Сегодня мы с вами в двух словах поговорим про 73-ю страницу трактата «Не дарим». И здесь я только буду обсуждать одну мишну. Мы уже многое в трактатике «Дубот» изучали, что требуется для понимания этой мишны. Я только попытаюсь общий смысл объяснить. Здесь никаких особых хидушим. Значит, говорится, что «Богерет шешахта ютбетходеш». Если «Богерет», то есть женщина, которая обычно 12,5 лет, уже полностью взрослая девочка, мы знаем, уже не раз обсуждалось, что аннулировать клятвы дочке может отец только до возраста, пока она еще наара, девушка молодая. Это считается обычно до 12,5 лет. После этого уже «Богерет», и она полностью независимая. Так вот, если она ждет, пока ей сделают свадьбу, то есть она уже обручена со своим женихом, с Арусом, то мнение Рабелиезера, что она уже как будто за ним замужем после 12 месяцев. Потому что, казалось бы, раз он обязан ее содержать, то она уже как будто замужем. Хотя хупы реально не было, но раз он ее уже содержит, то, соответственно, и клятву ее он может аннулировать. То есть в каком-то смысле считается, что идея аннулирования клятвы мужем, или в данном случае женихом, зависит от того, что женщина, когда берет на себя какие-то обеты или клятвы, она имеет в виду, что только если согласится муж. Так, во всяком случае, в старые времена было, что женщина обычно понимала, что муж ее содержит, она не будет клясться, если муж потом не согласится. Поэтому он может аннулировать клятву. Есть разные точности в этом подходе, но основная идея вот такая, что Альдад Байла, так сказать, и получается, если она уже даже еще не замужем полностью, но она уже содержится мужем, то тоже может быть ее клятвы теперь он может уже аннулировать. Это все считает Рабелезер, но Халахане как Рабелезер и аннулировать клятвы не может. Жених пока не поженится на ней полностью, пока не будет хупы. Ну и разумеется, раз она уже богерет, то и с отцом он не может вместе аннулировать. Если бы она была на Ара, то они хотя бы вдвоем могли бы аннулировать в каких-то ситуациях. А теперь, раз она богерет, то не может аннулировать, соответственно, жених вообще никакие клятвы. Хотя простой смысл нашей Мишны казалось бы, что это и речь идет о богерет, который прождал 12 месяцев, но Талмуд уже раньше привел эту Мишну и исправил немножко гирсу, что в правильной нусах не богерет, который ждет 12 месяцев. Помните, мы в Тарактайске Дуботе уже все изучали, в каких случаях девочка ждала в среднем 12 месяцев, а в каких один месяц. Молодая девочка ждала в 12 месяцев, а вот женщина постарше, она выходила замуж в течение месяца после Кедушина. То есть между Кедушином и Хупой был всего месяц, а не 12. Поэтому гирса Геморы в нашей Мишне, что это два разных случая, богерет, а также девочка, которая прождала 12 месяцев. То есть если она на Ара, и она прождала 12 месяцев, или богерет в момент, когда уже должен содержать ее, ее будущий муж. В обоих случаях Рабелезов считает, что жених уже может аннулировать ее клятву, раз он ее содержит. Как я сказал, Халаха в любом случае не как Рабелеза. И на этом мы на сегодня закончим. Если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк. Субтитры создавал DimaTorzok